Сдай макулатуру, спаси дерево! Глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературные ценности. Все участники будут награждены благодарственными письмами, а самые результативные – денежными премиями и призами. Более подробную информацию можно узнать по телефону, указанному на экране. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает жителям, что они могут оформить материальную помощь в размере 500 рублей ежемесячно. На нее могут рассчитывать семьи с детьми до 16 лет, семьи с детьми, один из родителей которых является инвалидом или оба неработающими пенсионерами. Одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, если средний душевой доход семьи ниже установленной в Самарской области величины прожиточного минимума. Администрация Самарского района в телеграм-канале рассказывает о еще одной встрече, которая прошла по адресу улица Некрасовская, 48. Местные жители хотят освободить двор от незаконных гаражей. На данной территории сейчас расположены 4 капитальных гаража и один металлический. Администрации Самарского района направлен запрос в ДУИ по вопросу правомерности их установки. В зависимости от полученного ответа будет приниматься совместное решение о демонтаже или запрете сноса строений. Так как территория двора является общедалевой собственностью, жители также вправе на общем собрании решать судьбу гаражей.